Сильверстоун, Алисия Биография Ранние годы Родилась 4 октября 1976 года в Сан-Франциско, Калифорния. Отец Сильверстоун, еврей, уроженец восточного Лондона, мать родилась в Шотландии, перешла в иудаизм перед вступлением в брак с отцом Сильверстоун. Алисия – самая младшая из троих детей. Она также имеет сводную сестру, лондонскую рок-певицу Кези Сильверстоуна, сводного брата, Дэвида Сильверстоуна, обоих от предыдущего брака отца. Сильверстоун была воспитана в школе Сан-Матия, в Калифорнии. В возрасте 6 лет она начала работать в качестве модели, совмещая модельный бизнес с учебой. Впоследствии Сильверстоун стали приглашать в различные телевизионные коммерческие передачи, первой из которых стал проект «Пицца Дамина». Начинающая модель приобрела звание «Девочка-мечта» в американском телесериале «Чудесные годы». Начало курьеры Сильверстоун исполнила свою первую звездную роль в 1993 году в фильме «Увлечение без взаимности», играя девушку-подростка, Эдриан Форестер, которая намеревается разрушить жизнь журналиста Ника Элиота, снявшего «Дом за городом», в котором проживала Эдриан вместе с родителями. Ей 14 лет. Она заинтересована Ником, но он отклоняет ее симпатии, убеждая ее, что она слишком молода для него и между ними не может быть взаимности. Родители Эдриан не подозревают, что их дочь – роковая женщина, Лолита. Отвергнутая Ником, девушка намеревается разрушить его жизнь, лишить работы, карьеры и его любимой девушки. За эту роль Алисия Сильверстоун получила два приза в 1994 году на 1994 МТВ Movie Awards – «Лучшая злодейка» и «Открытие года». В продолжение своей карьеры киноактрисы Сильверстоун снялась в трех видеоклипах группы Айра Смит – «Черейн», «Чераза» и «Амазинг», так называемая трилогия «Черемазы». Эти ролики были чрезвычайно успешны как для группы, так и для Сильверстоун, и сделали ее имя известным. Точка за актрисой на некоторое время даже закрепилась прозвище «девочка» из Айра Смит. Во время этого периода Сильверстоун предлагали роль Валерии Меллоун в известном американском сериале «Беверли Хиллз 90210», «Беверли Иллз 90210». Но Сильверстоун отказалась от роли, в результате чего роль была передана актрисе Тефани Тессин. Вторая звездная роль Сильверстоун – роль Шир Харавиц в фильме «Бестолковые». Фильм стал хитом летом 1995 года. Работа Сильверстоун приветствовалась критикой, и актриса была отмечена как лучшая представительница молодого поколения. В результате она подписала контракт с кинокомпанией «Чалумбиопич Турест Рестар» стоимостью 10 миллионов долларов. За работу в фильме «Бестолковый Сильверстоун» в 1996 году стала обладательницей наград MTV Movie Awards в номинациях «Лучшая женская роль» и «Самая желанная женщина». Следующая роль Сильверстоун – роль Бэтгерл, Бэтгерл, в фильме 1997 года «Бэтмен и Робин». Актрису критиковали бульварные СМИ, большей частью из-за прибавления в весе. Одновременно с фильмом о Бэтмене, ей отказали в главной роли в фильме 1994 года «Мой отец, мой герой», с ссылкой на большой вес актрисы для роли главной героини. Точкой роль в конечном счете перешла Кэтрин Хайгл. За роль девушки «Летучая мышь» Сильверстоун получила антипремию «Золотая малина» как худшая актриса второго плана. Роль Эмили Хаут в художественном фильме «Лишний багаж» была менее удачной для актрисы. Сюжет кинофильма заключал в себе историю дочери-миллионера, которая, чтобы привлечь внимание отца, решает имитировать собственное похищение и потребовать выкуп. Изменив голос, Эмили звонит отцу и излагает условия, выполнив которые он сможет найти свою дочь в указанном месте. Эмили прячется в багажнике собственной BMW. Ничего не подозревающая девушка не знает, что именно ее машину угоняет профессиональный угонщик Венсен Роши, актер Бенессиадель Торо, вовсе не желающий вешать на себя кидный пинг. Ни у критиков, ни коммерческий фильм не получил такого успеха, как первый фильм «Актрисы», «Бестолковые». Сильверстоун вызвала резкую критику, в особенности в телепрограмме «Е». Правдивые голливудские истории, в которой осуждались столь высокие заработки для начального этапа карьеры актрисы. Точка за роль Эмили Хаут Алисия была номинирована на «Золотую малину» в категории «Худшая актриса». Более поздняя карьера В течение некоторого времени Сильверстоун, несмотря на свой молодой возраст, создала репутацию, достигнув известности в съемках видео на песни рок-группы «Айросмит» и участием в фильме «Бестолковые». Она не удостаивалась общественного внимания много лет, но повторно была замечена в приветствуемом комедийном сериале телекомпании NBC, «Мисс Мэтч», который был отменен после показа 13 серий в 2003 году. Сильверстоун была номинирована на соискание премии «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль в комедийном сериале». Она также снималась в фильме «Кинета Брана. Четные усилия любви», адаптация одноименной комедии Шекспира, по сценарию которого актриса должна была петь и танцевать. Новый фильм с участием Сильверстоун «Громобой» вышел в Великобритании летом 2006 года и в Северной Америке 13 октября 2006 года. Сильверстоун сыграла роль летом 2005 года, спустя несколько дней после своей свадьбы. Точка она согласилась на эту роль и за возможности работать с Юэном Магригором и София Канеда, которыми, как говорила Сильверстоун, она восхищается. Сильверстоун обучалась боевым приемам у мастера боевых искусств Донни Йена для выполнения сцен борьбы в фильме. В октябре 2006 года было объявлено, что Сильверстоун будет играть главную роль в телевизионном шоу «Свичина Бейстрит», основанной на книге Кэти Пелетир, также известной под псевдонимом КС Миккин Нон. Сильверстоун будет играть главную роль вместе с актерами Эйоном Белли, Поли Бердженом и Джеймсом Репхорном. Главный режиссер кинофильма – Джон Эрман. Съемки фильма начались 26 июля вблизи от залива Махон в Новой Шотландии. Личная жизнь 11 июня 2005 года Сильверстоун вышла замуж за своего давнего друга Кристофера Джареки, солиста группы STUN «Церемония» состоялась на озере Тахо. Пара жила вместе 8 лет до того, как поженилась. Сильверстоун отметила, что чувствует себя действительно счастливой в браке с Кристофером. 5 мая 2011 года Алисия родила сына Биара Блю Джареки. 25 мая 2018 года Сильверстоун подала на развод с Джареки после почти 13 лет брака и 20 лет совместной жизни в целом. Актриса также известна своим активным участием в защите прав животных и как верная строгая вегетарианка, точнее, веган. В 2004 году Сильверстоун была признана организацией Рета самой сексуальной вегетарианкой. На другом этапе ее активного участия в общественной деятельности Алисия посетила Южную Центральную ферму в Лос-Анджелесе, чтобы поддержать сообщество. Сильверстоун владеет французским языком. Письмо В.В. Путину. В августе 2012 года Алисия Сильверстоун написала письмо Владимиру Путину в защиту одной из участниц группы Пуссариот, Марии Алиохиной. Сильверстоун попросила обеспечить ей вегетарианскую, веганскую, диету, без мяса и других животных продуктов. Фильмография. Награды и номинации. Примечания. Ссылки. Ссылки. Примечания.